всем добрый вечер нас сегодня что-то маловато я думал подождать но тогда будем начинать остальные посмотреть записи за две записи то есть предыдущего занятия сегодняшнего появится где-то через час после проведения поэтому можно будет посмотреть окей продолжаем компенсации сегодня у нас еще будет одно занятие на тему компенсации в рамках предмета программирования станков чпу нам необходимо определиться какие бывают компенсации для чего не нужны как они используются какой синтез написания и как зависит выбор компенсации в данном случае уже на высоту инструмента от метода наладки что тоже достаточно важно как бы является смежной темой начнем с того что давайте разберемся что что за компенсация такая на высоту небольшое повторение все-таки по предыдущему занятию сделаем в течение пяти минут были вопросы и не от одного человека даже g41 и g42 это коды которые активируют то есть включает компенсацию на диаметр инструмента либо на радиус инструмента код g40 ее либо отключает либо не включает что является одним и тем же собственно то есть если в начале программы мы имеем код g40 строке безопасности значит система не будет в данный момент использовать компенсацию на диаметр инструмента если внутри программы перед вхождением в материал будет указан код g41 либо g42 и адрес d после которого будет иметь будет записан номер инструмента либо номер корректора так называемого то тогда мы сместим инструмент на необходимое значение если нам необходимо обрабатывать что-то внутри берем только попутное фрезерование то есть когда совпадает соответствует вращение инструмента с его движением то есть перемещением направлениями движения в таком случае для того чтобы вырезать что-то с внешней стороны да то есть получить например вот этот внешний размер общей детали нам необходимо чтобы инструмент был смещен в левом в левую сторону двигался по часовой стрелке для того чтобы вырезать что-то внутри например мне нужно внутри вырезать окружность необходимо чтобы инструмент относительно геометрии был сдвинут в правую сторону сторону и перемещался соответственно также по часовой стрелке то есть в левую сторону g41 вот я так два варианта нарисую то есть здесь левосторонняя компенсация по часовой стрелке дает нам обработку дает нам обработку внешнего контура и если бы мы сдвинули в правую сторону инструменты прошли по часовой стрелке мы вы получили бы обработку внутреннего контура но если нам необходимо все-таки производить перемещение либо сделать обработку встречной то тогда инструмент будет сдвинут вправо но идти против часовой стрелке для внешнего контура и он будет сдвинут влево но идти почти против часовой стрелке для внутреннего контура и в первом втором случае мы получаем обработку одних и тех же размерах но разных как бы принципах разных методиках также это вроде как всем было понятно также были вопросы по методикам определения компенсации при разработке управляющей правой системе кам давайте еще потратим некоторое время для того чтобы освежить память вспомнить это то есть в системах каткам существует 23 либо больше методов если другие методы разделим их на три стандартных типа 1 2 3 первый будет называться tool center обычно он так и называется это значит что управляющая программа которая создается вашим постпроцессором системе кам уже учитывает уже учитывает смещение на радиус инструмента который вы выбрали при составлении этой операции то есть если вы указываете использовать tool center то вас интересует управляющая программа в которой будет использовать инструмент конкретно заданный вы используете инструмент те один который является фрезой черновой на 12 миллиметров и в таком случае управляющая программа будет иметь давайте представим конкретно что координаты внешних вот этих опорных точек по углам 100 100 то есть 100 на 100 миллиметров мы видим такие габаритные размеры и здесь будет 0 рабочей системы координат и эта точка будет началом отсчета то есть точнее не началом отсчета 0 точкой входа я нарисую это вот так вот так примерно окей и теперь мой мой инструмент моя фреза в данном случае будет перемещаться по часовой стрелке вот таким методом ну по контуру не прекращая просто чтобы меньше было рисовала и того первый метод необходим для того чтобы выбрать при наладке и собственно при установке инструмента до выбрать именно этот инструмент то есть 12 миллиметров фрезу так как программа уже имеет смещение на радиус этого инструмента реальные координаты которые мы увидим в управляющей программе будет такие то есть вот эта координата будет x минус 6 игрек 0 вот эта координата будет x минус 6 и 106 потом инструмент переместиться в координату x плюс 106 или плюс 106 просто говорю плюс то есть писать его не нужно потом инструмент переместиться вот в эту точку на то есть вот так переместиться станет вот сюда то есть ниже вот эта координата получается это смещение на минус 6 минус 6 точнее плюс 6 минус 6 значит x плюс 106 или минус 6 дальше мы переместимся вот в эту точку это x минус 6 и грек минус 6 а потом опять поднимемся вероятно сюда это x минус 6 или к 0 и дальше мы выйдем в уровень с поинт на уровень с поинт это как раз после выполнения операции мы можем вывести инструмент за пределы арт-поинт в такой уровень безопасности в плоскости xz в котором нет уже никаких определенных препятствий и инструмент может свободно перемещаться в шпинделе в разных направлениях вот но не ниже этой зоны так как ниже этой зоны уже подразумевается что инструмент свободно перемещаться не может какие плюсы первого метода ну никаких в принципе то есть просто то что мы не можем просто то что нам необходимо получить быстро программу прямо на сейчас без каких-то вводов данных то есть я выбрал инструмент который у меня есть 12 миллиметров я указал в какую сторону будет идти и все я его установил и запустил программу управляющая программа будет иметь и где дистанты то есть траектории движения инструмента с учетом сдвига на эти 6 миллиметров это первый метод если вопросы именно по первому методу либо тут все понятно то есть это получается что создается траектория движения так виртуально даст сдвигом с он сетом на один радиус инструмента хорошо предположим понятно вариант номер два приятными 2 следующий писаем что мы обрабатываем деталь такой формы на где необходимо опять выполнить внешние внешний контур то есть обработку как бы это неважно внешне или во внутренне просто ну возможно более понятно внешний контур то есть когда используется g41 я опять нарисую инструмент который будет находиться вот здесь и опять инструмент пройдет по контуру чем отличается первый метод от 2 практически ничем но если первым мы называем tool center то есть котором смещается инструмент на радиусы проходит то во втором случае добавляется возможность компенсировать этот инструмент то есть так как в программе все равно мы увидим координаты с учетом этих добавленных плюс минус 6 минус 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6 минус 6 и минус 6 минус 6 минус 6 ну то есть зависимости от квадранта да добавляется где-то в плюс где-то в минус в эту сторону минус в этот плюс это вроде как не очень сложно но чем будет отличие этого метода первого в том что кроме того что инструмент уже сдвинут на 6 миллиметров то оператор либо наладчик чипу все равно должен установить 12 миллиметровую фрезу по крайней мере так подразумевается программа не считая какие-то лайфхаки что мы вставили у нас прямо на 12 мы встали 15 но скомпенсировали то есть какой тогда смысл делать на 12 можно сразу выбирать правильный инструмент программы поэтому если все лайфхаки какие-то убрать и просто то что предлагает нам производитель использовать имеется ввиду производителя не станка системы сапа то второй метод это когда в программе есть этот сдвиг на радиус и мы устанавливаем такой же инструмент который нам предлагается но дополнительно в коде управляющей программы будут учитываться коды g41g либо g42g предположим если я использую инструмент номер 5 то вероятно что я его компенсирую в корректоре номер 5 тогда мы указываем d5 d5 ну и скажите здесь в данном случае какой код нужно написать для компенсации g41 правильно потому что обработка идет по числу стрелки для внешнего контура окей то есть мы указываем g41g5 чем отличается тогда этот метод от того том что постпроцессор не вписывает код g41 а здесь вписывает код g41 при необходимости мы можем ставить 12-миллиметровую фрезу но при этом если она станет меньше мы можем ее виртуально сдвинуть а в первом случае нет третий метод если второй метод подразумевает использование компенсации то и третий метод подразумевает такое использование но разница заключается в том что мы не только должны скомпенсировать инструмент в случае его износа либо либо несоответствующего размера заданным программно а также мы должны указать какой именно диаметр инструмента разница между вторым и третьим методом в том заключается что последний метод который называется machine g41g42 то есть когда компенсация полностью устанавливается на машине траектории движения инструмента будет полностью соответствовать контур геометрии то есть опорная точка будет 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 если мы вставим инструмент 10 миллиметров и пройдем по контуру то мы получим обработку вот такую то есть фактически он возьмет и отрежет часть материала наша заготовка реально станет меньше на 5 миллиметров с каждой стороны для этого мы должны дополнительно его скомпенсировать на его радиус то есть то что делает первый второй метод программной добавляет эти 6 миллиметров эти 6 миллиметров нам необходимо добавить на станке теперь давайте смотреть где это добавляет на станке и потом уже перейдем к использованию корректором на высоту добьем все таки это давайте посмотрим на вот такую симуляцию это симулятор фанук дусан серии 18 амб это собственно не столь важно включая данный симулятор единственное что необходимо будет сделать это возвратить его в исходное положение то есть чтобы он работал мы пока не изучаем эту тему кто изучал управление замечательно кто нет это изучит позже через два с половиной месяца может поочередно я отвожу оси станка в ноль исходного положения либо референтную зону референтную точку которая производителям задана для того чтобы станок перешел в ноль машины и мог выполнять управляющую программу то есть это такая функциональная станка использование отдельного режима станка который и предназначен для того чтобы подготавливать станок к работе то есть указывать где находится его референтное положение вот сейчас станок готов и что мне необходимо будет это показать вам данную таблицу обратите внимание есть определенная клавиша которая называется offset settings зависимости от системы чипу то есть gsk синумерик хайден хэндусан фанук акира амада синтек и сотни других станков мы можем видеть другую клавишу но принцип будет такой же такой же то есть никто не говорит что если мы сейчас рассматриваем табличков с этого для дусан фанук то вы кроме этого станка ни на каком не можете просто вписывать эти ос нет то есть вы должны понять принцип что дает эта таблица и что она имеет достаточно мелко но невозможно это все увеличить потому что как бы эта часть программы и так tool offset offset инструментов посмотрим на такую таблицу то есть речь идет именно только об вот этой табличке но состоит из пяти колонок четырех колонок и вот этого номера идентификатора в некоторых случаях она может состоять из шести колонок то есть из идентификатора колонки и еще четырех это дополнительная колонка может отвечать за угол для саппл но за сложно перевести это по-русски то есть это в системе хаос и не только есть такой выпрыскиватель под давлением эмульсии который вы можете настроить на любой угол ну то есть если посмотреть сюда то это может выглядеть вот так тут такой будет моторчик такой и вот так он будет выпрыскивать ее и вот этот угол он меняется зависимости от настройки которые вы задаете например инструмент номер два поменять угол там на 45 градусов только там не угол указывается а как бы номер специально 1234 и он соответствует углу и может быть даже это там например 180 максимум либо чуть меньше и просто делится на 12 и вот этот вот этот градус который получается это и есть вот это эти левелы то есть один-два тысяч степень ну я так думаю я бы так сделал скажем так и для чего это нужно для того чтобы охлаждать наше пространство обрабатывающее ну и самое главное для чего этот нужно изменение для того чтобы он именно попадал в процесс работы то есть в в данную зону вот для этого это зависит от вылета инструмента то есть его длины поэтому изменяя как раз угол мы будем попадать именно в эту зону и она задается но это такой скажем так редкий процесс не во всех станках поэтому оставим его я думаю что вы догадаетесь даже самостоятельно не изучая этого что такое как это работает уже когда будете иметь опыт на станке то есть на производстве и так у нас есть вот такие четыре колонки это геометрическая высота геом и буква h h от слова хайт пишется хейт считается хайт на высота дальше у нас есть в р а что же в р и хайт то есть компенсация на высоту это геометрическая высота то есть геометрия реальный размер это компенсация на этот размер то есть такое дополнительное добавление оффсет джиом ди либо диаметр или диа да я то есть сокращение если есть и компенсация на диаметр 4 колонки пока смотрим на вот эти колонки так геометрический диаметр компенсация на диаметр для того чтобы активировать это мы вводим коды g41 либо g42 g41 активирует его на левую сторону g42 на правую сторону нельзя сказать что g41 именно необходимо для внешнего контура обработки а g42 для внутреннего да не обязательно зависит от типа физирования например вот он от обработки встречной либо по контуру на попутной поэтому просто g41 это в левую сторону g42 это компенсация инструмента в правую сторону значит инструмент шпинделе будет ну и сам шпиндел естественно будет сдвигаться к контуру либо от контура геометрический диаметр компенсация на диаметр что это такое это абсолютно разные вещи геометрический диаметр это функция в которой мы значение точнее в котором мы задаем реальный диаметр инструмента для его смещения компенсация же это как раз дополнительно насколько мы хотим этот инструмент сдвинуть если он стал меньше как бы теоретически можно и в плюс написать и сказать виртуально что наш инструмент стал больше почему-то это как бы невозможно но станок будет с этим работать точнее физически это невозможно но мы можем использовать его для таких целей виртуальных то есть мне необходимо реально чтобы инструмент немножко отошел а не подошел потому что я неправильно программе запрограммировал координату поэтому я могу сказать что мой инструмент стал больше и он отойдет если я как во втором корректор и пишу минус 0 45 значит он подойдет подойдет при этом он подойдет не на минус 0 45 а на минус 0 225 то есть на половину потому что здесь указана компенсация на диаметр он работает радиусом на то есть например если он обрабатывает вот какой-то контур то он отойдет либо подойдет на половину от того что тут написано если написано our радиус то не нужно переводить диаметр радиус тут вот есть такая путаница нет такого стандарта что именно диаметр либо именно радиус как-то производители не договорились вот поэтому возможно где-то в настройках настраиваться в некоторых станках не могу точно сказать но нужно обращать внимание с другой стороны работая с конкретным станком да можете спросить там как он работает посмотреть как делает наладчик увидеть сами сделать на каком-то там примере и проверить это продолжим и так геометрический диаметр пусто что это получается мы не указываем реальный диаметр инструмента а как это как он тогда работает и вот это нужно сейчас отгадать возвращаемся к нашей теме то есть получается что метод 2 и метод 1 предполагает смещение наоборот третий способ сейчас рассмотрим первый и второй способ при а все верно все верно да 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 то есть там ноль поэтому предполагает первый второй способ верно то есть первый второй способ предполагает что указания координат траектории движения инструмента либо эквидистанты что одно и то же с учетом указания вот этого радиуса то есть радиус инструмента например там 6 миллиметров случае если диаметр инструмента те один соответствует 12 миллиметров, то тогда мы можем дополнительно активировать компенсацию. Мы пишем G41D1, инструмент номер один, и возвращаемся в симуляцию, как это работает, в эмулятор точнее. Здесь написано, что инструмент номер один имеет диаметр 0, значит он не будет дополнительно компенсирован. В принципе тут будет нормально, и то, и то видно. То есть если мы указываем, что диаметр это 0, значит инструмент стоит на месте, читая этот код. Как работает этот G41D1? G41D1 получает общую компенсацию от двух колонок, то есть эти две колонки суммируются. Так забегу наперед, и эти суммируются. Эти с этими, эти с этими. Давайте исправим на D2, предположим у нас инструмент T2. Инструмент T2 имеет диаметр 0, ну и замечательно. Это значит, что если мы используем первый либо второй метод, второй метод, первый не использует вообще компенсацию, да, отбрасываем его. Второй метод, который называется ToolCenter плюс Compensation, да, плюс G41, G42, в программе будет уже смещен на диаметр. То есть мне не нужно дополнительно его смещать на диаметр, поэтому геометрический диаметр 0. А зачем тут минус 0,45? Это значит, что реально я сообщаю, что мой инструмент уже не 12, да, а 11,55. А 11,55. Соответственно, если я не использую компенсацию, то мой инструмент просто не доходит до контура, не доходит на 0,225 до контура. Я указал минус 0,45, я указал, что инструмент стал меньше. И в следующий раз он доходит до контура. Ну, имеется в виду, если этот же инструмент и эти же координаты. То есть вот это дополнительное смещение произойдет виртуально, программно. Мы в программе не должны указывать это. Мы просто корректируем эту таблицу. Представим третий метод. Третий метод у нас необходим для указания диаметра инструмента, правильно? И компенсации, потому что третий метод не предполагает программного смещения на радиус инструмента в постпроцессоре. Значит, если в третьем случае мы включим компенсацию 41D2 и пройдем по контуру, например, вот этих настройках, то что? То мы указываем диаметр равен 0. Значит, он никуда не смещается. И дополнительно сдвигаем его на 0,225. Получим ли мы тут 100 на 100 миллиметров? Нет, потому что он нам съест кусок. Что нам нужно тогда сделать? Третий метод. Нам нужно указать, что диаметр соответствует 12 миллиметров, либо составляет 12 миллиметров. В таком случае, если мы указываем, что геометрический диаметр равен 12 миллиметров и компенсируем его на минус 0,45, то реально мы должны как бы вставить инструмент 1155. Всем понятно, что значит вставить инструмент? Имеется в виду, что он уже старый, бывушный, то есть прошел износ какой-то у него. То есть реальный диаметр не соответствует заводскому. Если он еще стал меньше, например, он 1150, тогда мне нужно указать, что он 12, но стал меньше на минус 0,5. Такая технология использования, когда суммируется значение геометрического диаметра и компенсация диаметра, скажем так, является общей нормой использования. Это есть как бы стандартами использования, потому что есть геометрия и есть компенсация на эту геометрию. Как вы это будете использовать, это неважно. Главное, чтобы вы получали те толерансы, те размеры в тех отклонениях граничных, которые необходимы согласно технологическому процессу, то есть тому чертежу и тех описаниях операций, описаний операций, которые вам диктует, ну то есть передает вам ваше керовництво по-русски, ну то есть ваш директор, например, да, либо там начальник цеха, смотря кем вы работаете. Если же можно записать это немножко по-другому, вот как это можно по-другому написать 12 и минус 0,5? Какое реальное значение 12 минус 0,5? То есть если их суммировать, это 11,5, значит предположим, вот представим, что у нас третий инструмент такой, я могу написать 11,5, а тут оставить 0. Значение в случае компенсации G41D2 и G41D3 будет точно такое же. Если я укажу перейти в координату 0,0,100 и вставлю инструмент и его скорректирую с помощью кода G41, то он как раз дойдет именно до контура. И в первом-втором случае я получу одинаковые размеры. Имеется в виду, вставил второй инструмент и вставил третий инструмент и прошел по контуру. Я получу 100 на 100 миллиметров ровно. Почему? Потому что 12 диаметров с компенсацией минус 0,5 и 11,5 с компенсацией 0, это то же самое, 11,5. Но пишут обычно именно вот в такой системе. То есть геометрический диаметр указывает реальный, заводской, а минус 0,5 его компенсируют. Рассказываю почему. Обычно на, если мы не берем какие-то малое производство, какие-то, ну то есть берем металлообработку, естественно, и какие-то заводы, даже посменно, посменная работа, то как раз все используют вот такой метод указания, нормальный, когда указывается диаметр заводской и указывается компенсация. Это необходимо для того, чтобы оператор ЧПУ, который меняет другого, то есть пришел на смену, например, там, не знаю, в ночь или во вторую смену, чтобы он понимал, что происходила компенсация в этом инструменте, ну и следил за ней, следил за размерами деталей. Если же мы увидим тут 11,5, это не есть правильно, потому что мы не знаем, какой реальный есть инструмент изначально. Потому что 11,5 нет таких инструментов, есть 12, есть 14, есть 10. Ну есть один отсидел такой фрезу, но 11,5 не бывает фрезы, сверло может быть, а фрезы не бывает. Поэтому это 12 с компенсацией отрицательной минус 0,5. Но просто я сказал вам, да, что так тоже можно записать. Станок абсолютно не понимает, что делать, точнее, что вы хотите. Он просто знает, что это с этим он прибавит и сместит инструмент. В какую сторону он сместит инструмент, либо в ту, либо в ту сторону он сместит. В зависимости от того, какой код написан, G41, либо нет. Еще одна важная тема, наверное, все-таки давайте добивать это компенсации.